Я должен поблагодарить организаторов за то, что мне предоставили возможность доложить о результатах нашей работы. Тема очень провокационна для многих присутствующих здесь, и за это двойное спасибо. Я хотел бы показать, почему мы взялись за это и что мы получили. Рак желудка – это второй по смертности в мире рак после рака легкого. И несмотря на то, что он снижается, заболеваемость раком желудка очень долго будет иметь существенное значение. По летальности на первом году он в первой тройке находится. При этом в условиях отсутствия скрининга только в двух странах мира существует популяционный скрининг. К сожалению, подавляющее большинство больных раком желудка имеет распространенные стадии. И несмотря на то, что в нашем популяционном исследовании получилось 33%, к этому нужно 12% добавить в третьей стадии. Почему так? Несмотря на то, что декларативно рак желудка является хирургической патологией, но фигурой молчания является, что подавляющее большинство больных не получает хирургического лечения. И цифра 35%, на мой взгляд, даже очень оптимистична. По всей видимости, регистраторы у нас, так же, как и в других регистрах, учитывают и пробные операции. Что особенно настораживает, большая часть больных, это данные популяционного исследования, проведенного по данным регистра Архангельской области, не получают никакого лечения. При этом достаточно существенной является доля больных, которые неоперабельны, либо вследствие сопутствующей патологии, либо чаще вследствие высокораспространенности опухоли в отсутствии видимых отдаленных метастазов. Химиотерапевты и многие онкологи объединяют местно распространенные нерезиктабельные опухоли с метастатическими опухолями в одну группу. И если посмотреть на данные исследований по химиотерапии, это можно увидеть. Тем не менее, вероятно, существует, по крайней мере, мы сделали такую гипотезу, пропорция пациентов, у которых в отсутствии видимых метастазов отсутствуют или медленно развиваются микроскопические. В этой связи, конечно, большую роль могут играть локальные методы лечения наряду с химиотерапией. Но при этом достаточно большое количество вопросов возникает, которые делают применение радиотерапии достаточно проблематичным. Это радиорезистентность опухоли, это проблема подвижности, которая связана как с перистальтикой, так и с дыхательными движениями. Ну и, конечно, это связано с тем, что всё-таки желудок расположен вблизи радиационно уязвимых органов. Это почки, печень, сердце, ну и сама слизистая желудка тоже, и стенка желудка тоже являются радиационно уязвимой. При этом радиотерапия рекомендуется в НССН, о ней нет никаких упоминаний в ЭСМА, тогда как уже доказано применение этого метода для лечения симптомов абструкции, как правило, при кардиальном раке желудка, ну и сравнительно недавно симптомы, связанные с кровотечением, в общем, тоже было предложено купировать с помощью проведения палеотивной симптоматической лучевой терапии. В исследованиях нескольких десятилетней давности поднимался вопрос об увеличении общей выживаемости. Сейчас до недавнего времени радиотерапия рассматривалась только как метод, который воздействует на симптомы. Тем не менее, мы в нашей клинике уже больше 10 лет назад попытались понять, что можно добавить при проведении лучевой терапии. Мы опирались на данные исследований, например, это исследование по предоперационной лучевой терапии при раке желудка. Здесь очень мелко. Если посмотреть немножко покрупнее, то в двух исследованиях, они, кстати, из бывшего СССР, частота полных регрессий после предоперационного курса была 0%. Это исследование с коротким курсом лучевой терапии и непосредственной операцией после него. Несколько иная ситуация, когда мы смотрим на исследования, где курс лучевой терапии и химия лучевой терапии сейчас был пролонгированный, и там воспроизводимая пропорция от 20 до 30% больных имели полный патологический регресс. В принципе, это гораздо лучше, чем, например, при глиобластомах. Что касается подвижности, разумеется, это громадная проблема, и в условиях двухмерной лучевой терапии она хорошо не решается. Она может быть решена только увеличением отступов. Вот данные по послеоперационной лучевой терапии, данные, которые получены на свободном дыхании, движения органов в брюшной полости. Мы видим, что краниокаудальное движение наиболее существенно для почек и печени. В то же время движения в передне-заднем направлении и вправо-влево достаточно небольшие. Поэтому, еще раз повторяюсь, при двухмерном облучении другого выхода нет, кроме как увеличивать отступы, особенно в передне-заднем направлении. Кроме того, надо сказать, что для рака желудка, местно распространенного, который распространяется уже за пределы стенки, в общем, подвижность – это не такая частая история, поскольку, во-первых, он фиксирован на связках, но, кроме того, он фиксирован… Наиболее частая причина нерезиктабельности – это распространение на тронку с целиакус. Он на нем сидит и никуда не денется. Кроме того, уже в практической деятельности для обеспечения воспроизводимости укладок мы учим пациента, во-первых, глубоко не дышать во время лечения, и физиологически это лечение воспроизводится одинаково. То есть он, пациент, облучается на голодный желудок, даем ему стакан воды. Ну и, кроме того, да, и риск поздних эффектов. Конечно, он существенный, все эти органы имеют достаточно высокую радиационную уязвимость, но мы исходили из того, что в процессе лучевой терапии по поводу распространенного рака желудка далеко не полностью эти органы попадают в объем облучения, но вот если посмотреть ртоговские рекомендации по ограничению дозы, то вполне широкие допущения они дают, если облучать органы не полностью. Для пищевода это не более 10 см, не более 33%, а мы никогда больше 33% конечно не облучаем, сердце, почка, ну исключительно левая попадает в объем облучения, и тут 33%, 50% грей и так далее. Кроме того, нужно помнить о том, что ожидаемая продолжительность жизни больных, которые не получают никакого лечения после того, как им отказали в хирургическом лечении, составляет 4-6 месяцев, но химиотерапия не сильно добавляет к продолжительности жизни этой тяжелой категории больных. Именно учитывая это, мы решили внедрять практику радиотерапии при раке желудка, и первым вопросом было, конечно, сравнить ее результаты с симптоматическим лечением. 9 лет назад были опубликованы эти результаты, громадное преимущество радиотерапии при, опять-таки, видимо, местном распространенном раке желудка было получено, и трехлетняя выживаемость, к нашему удивлению, составила 25% для тех пациентов, которые получали условно-радикальную дозу лучевой терапии. Как я уже сказал, радиотерапия в нашей клинике применяется давно при раке желудка наряду с другими методами лечения местно распространенного рака желудка, в том числе и химиотерапии, которая 10 лет назад не была стандартно рекомендована для этих пациентов. Это позволило нам провести ретроспективный анализ, где мы сравнивали радиотерапию, химио-лучевое лечение и химиотерапию пациентов. Разумеется, эти группы были очень сильно отличались друг от друга. Только группы химиотерапии, разумеется, все больные в этих группах имели гораздо большую распространенность, чем при радиотерапии только средний возраст больных, получавших радиотерапию, был, разумеется, больше, чем у тех, кто подвергался химиотерапии. Обучение с двухстречных полей начиналось, и затем, после дозы 40 грей, уже в зависимости от того, насколько велика была исходная опухоль, подводилась на сокращенный объем дополнительная доза традиционным фракционированием от 10 до 20 грей. То есть в сумме они могли получить 60 грей. Для этого исследования отбирались больные, получившие не меньше двух курсов химиотерапии в лечебной дозе. И это те препараты, которые использовались для проведения химиотерапии. Вот что у нас получилось. Синяя кривая, которая и по общей, и по беспрогрессивной выживаемости отражает выживаемость при только лучевой терапии. Но надо помнить, что это больные более благоприятны по прогнозу. Наихудшим прогнозом по обоим критериям отличалась только химиотерапия. Медиана выживаемости составила 8,5 месяцев, что очень соответствует тем данным, которые получены во многих исследованиях. Для того, чтобы нивелировать влияние неправильного распределения по стадии, по возрасту и другим факторам, была проведена множественная регрессия кокса, в которой лучевая и химия, лучевая терапия были ассоциированы с более чем двукратным преимуществом выживаемости, снижением риска смерти по сравнению с химиотерапией. Это нас вдохновило на проспективное исследование, которое, конечно, отличалось большей равномерностью в распределении по исходным признакам пациентов. В этом исследовании мы сравнивали химио-лучевое лечение с последовательным назначением этих методов лечения, с стандартным рекомендуемой химиотерапией. Причем эта химиотерапия состояла из запланированных шести курсов платиносторурацила. По 32 пациента в каждую группу попали. Был отсев небольшой. Вот результаты. Общая выживаемость при последнем анализе достигла достоверных различий. В группе химио-лучевого лечения она на 3 месяца оказалась больше, чем в группе химиотерапии. При этом трехлетняя выживаемость составляет 19%. Живы 5 человек из группы химио-лучевого лечения. Это беспрогрессивная выживаемость. За счет чего добились? Главным образом за счет того, что увеличилась выживаемость без локального прогрессирования. Наиболее существенное различие именно по этому признаку. Что естественно. Разумеется, анализ Кокса не дал больших различий между нескорректированными и скорректированными данными, поскольку эти больные были одинаковые. Что существенно, на мой взгляд. В нашем исследовании мы специально выбрали больных без симптомов абструкции для того, чтобы проанализировать выживаемость. И в группе лучевой терапии выживаемость была достоверно выше по сравнению с теми больными, которые получали химиотерапию, но не имели до этого симптомов. Спектр токсичности в обозримом, близком времени наблюдения был достаточно приемлемый. Это касается и радиотерапии, и химиотерапии. Не было ни одной смерти от токсичности у пациентов. Ну и выводы такие. Все-таки рак желудка чувствительен к лучевой терапии. Химиолучевая терапия дает преимущество в выживаемости перед симптоматическим лечением почти на год. При этом химиолучевая терапия лучше стандартно рекомендуемой в Европе химиотерапии. Сейчас мы абсолютно не боимся облучать этих больных. На самом деле с внедрением трехмерной комфортной лучевой терапии количество осложнений даже во время курса лучевой терапии практически небольшое. Нам удается без перерыва подвести запланированную дозу. Но в ближайшее время мы собираемся внедрять АМРТ и попробовать химиолучевую терапию в однопривенном режиме. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...